Учиться всегда пригодится. Минтруд Чувашии проводит курсы переподготовки и повышения квалификации для граждан пожилого возраста. Как инженеру переквалифицироваться в парикмахера, смотрите далее. Вы всю свою сознательную жизнь трудились на заводе, а сейчас хотите попробовать себя в роли маникюриста, но при этом сидите дома и думаете, что ваше желание не больше, чем пустые фантазии. А в это время эти люди доказывают, что все возможно. Только за прошлый год более 2,5 тысяч жителей Чувашии прошли курсы переподготовки или повышения квалификации в учебном центре. Кстати, пятая часть граждане пожилого возраста. Наиболее востребованными среди граждан пожилого возраста являются такие курсы, как курсы флористики, дизайна, курсы архивного дела, кадрового дела, курсы в области охраны труда. Мотивация у граждан пожилого возраста очень большая. Так, например, за прошлый год у нас порядка 500 человек прошло повышение квалификации и переподготовку. Особенно востребованы курсы компьютерной грамотности. В центре к разновозрастным студентам особый подход. Как заявляют специалисты, в таком обучении очень важна порционность. Небольшое количество информации нужно сразу же переложить на практику. Тогда освоить новую специальность, например, менеджер по персоналу можно за три месяца. Я пришел учиться на менеджера по персоналу. У меня слабый навык, я работаю как за компьютером. Дается нелегко, забываю, что нужно делать. Здесь можно не только менеджер по персоналу, тут и аудит будет, и 1С. В принципе, может быть, мне, я не смогу найти работу в этой области, но у меня есть родственники и близкие, знакомые, которым, может быть, в дальнейшем понадобятся мои услуги. Альбина Рудакова всю жизнь проработала инженером. Так получилось, что она осталась без работы. Пришла в центр занятости среди предложенных профессий, увидела ту, которая ей нравилась еще в детстве. Сейчас, в свои 53 года, она учится на парикмахерам. Учиться здесь безумно интересно. Преподаватели, влюбленные в свое дело. Еще я узнала, что эта профессия, она как раз требует с одной стороны математической такой точности. Под нужным углом нужно натягивать пряди, там, правильно и четко их отделять. А с другой стороны, нужно воображение художника. То есть, ты уже должен представлять какую-то картину человеку, которая будет перед тобой, когда выйдет из-под твоих рук. У Альбины две дочки, и обе они в восторге от маминой будущей профессии. Специалистом она станет совсем скоро. Осталось лишь сдать экзамен. Кстати, освоить новую профессию может любой желающий. Для этого нужно обратиться в центр занятости и получить направление на обучение. В этом случае новые знания вы получите бесплатно. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.